Молодежь, идите работать! Работайте, работайте, работайте! Пошите, пошите и пошите! В общем, работайте до смерти! Доктор Роганов, послушайте меня сюда внимательно. Ладно, сейчас вот вы бизнесмен, но в нулевых-то вы, по-моему, все-таки приходил с него работать? Нулевые? Каково вообще, да. Самые нулевые, самый мой период такой напряженный в жизни был. Да, приходилось работать, вообще кем только не работал. Один раз нагрузчиком работали мы на пивном предприятии. Ну, не по-ъемному, грузили пиво, пиво, водку, вино дорогое там, в общем. Вот там было, конечно, тяжеловато. Грузили, в общем, ящики с 9 и до 6, без перерыва. Перерыв полчаса был. Мы там, как собаки, поели все и обратно грузить, в общем. Да еще и платили. Вот сейчас все говорят, вот, Роганов, ты там, я слышал комментарии, точнее, видел. Вот, ты там, не бойся, сидишь, ничего не делаешь. Я свое уже отпахал. И, в общем, там, я помню, такая музыка была. Мы, это, грузили эти ящики, и там все время музыка. Ну, кассеты, по ходу дела, ставили, вот, нулевые годы, там, с 90 еще осталось. На всю, на всю, весь наш этот амбар. И там, я помню, я не хочу, четыре стены, пол, потолок, что-то там, небо хочу, солнце хочу, что-то там. И какого-то там глоток, в общем, воздуха глоток, что-то типа такого. И мы сидим под эту музычку такие, хорошая песня, знаешь, вот такого. Тяжеловато было, да. Заплатили хоть что-нибудь? Нет, вообще, обещали, в общем, смотри, я же скажу фишку. Обещали одни деньги, заплатили в три раза меньше. И, в общем, я помню, мы, в общем, и работу все боялись потерять, в общем, понимаешь? За которую не платили. Мы боялись потерять работу, за которую нам не платили. Это лозунг нулевых, вот, моих, именно, понимаешь? Мы боялись потерять работу, за которую нам не платили. А потом еще работал на газоводе Фригоглас, не знаю, как там люди работают, тоже мы там холодильники делали, тоже тяжеловато было. Не, ну когда делал холодильники, нормально, когда мы там, у меня в общем была функция, зататкнуть в холодильники, пеной их набивать, в общем, это еще было бы куда не шло. Потом, когда кого-то не было, меня поставили на конвейер. Ну и что там было на конвейере? Там вообще жопа. На конвейере был полный пензер, хуже, чем у грузчиков работал. Это обезьяний пост, блядь. Там прикрутить, что-то здесь ставили, здесь вот такой вот конверт вируса, с этой операцией там никто не стоял, я видел там, не знаю, кто там стоял, какой там человек, это был какой-нибудь, не знаю, супермен. Ссать хочешь и хуй. А у тебя за что медаль-то, Йорк? За труд. За труд? Да. Ну хрена себе, а когда тебе выдали? Ну, да, 92 года исполнилось, когда мне елки, я думаю, дай, думаю, блин. Медаль получу. Это, наверное, вот на том-то складе. Да, да, ветеран труда. Да, да, да. Там медаль вместо денег выдавали. Я один из тех, которого выгнали, который не боялся потерять работу. Да, там они были, там знаешь, все грузили, там какой-то подошел, там, ну не знаю зачем, бутылочку пива всадил, и потом там ходили на нюхачи всех, у нас выстрелили. Не хочу, спецы, спецы, не хочу. Да, там там сохранники, типа так. Он даже не нюхал, просто прошелся, говорит, вот этот вот. И вот такой, вот, а, и этот, говорит какой-то мужик. Вот, я тебя устроил, папа, вот такую работу хорошую нашел, да ты вот этот меня подводишь. И, в общем, не знаю, уволили его, не помню, точно не могу сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!